Здравствуйте, это Коммунальный патруль, меня зовут Кирилл Политов. В еженедельном режиме мы продолжаем рассказывать о бытовых происшествиях. Далее коротко о том, что вас ждет в ближайшие пять минут. Жители Барнольской двухэтажки в микрорайоне «Поток» искренне желают, чтобы в их доме поскорее обрушилась стена или лестница. Вот, быть может, после этого, говорят, на них наконец-то обратят внимание чиновники. Здание буквально каждый день на глазах рассыпается от старости. Для нашей съемочной группы жильцы провели экскурсию по самым опасным местам. И вот как это было. Вот отсюда, вот тут у меня был диван. Вот такой же у нас ожидается почти в каждой комнате. После падения потолка обитатели предпочли второй раз судьбу не испытывать. Переехали. Остальные живут здесь каждый день, словно на пороховой бочке. Вроде бы и крыша над головой есть, но она в любой момент может вновь обрушиться. Этой двухэтажке больше 60 лет. После Великой Отечественной ее возводили пленные японцы. Последний раз эти стены видели капитальный ремонт еще в прошлом веке. Деревянные перекрытия давно сгнили. Настолько, что в некоторых квартирах появились сквозные дыры на улицу. Потому что здание деформируется постоянно, и оно трещит. Использовать электричество опасно. Проводку здесь никто не менял. Трубы изношены. Очевидно, жить в таких квартирах опасно для жизни. Дом официально признан аварийным, но в целевую программу переселения граждан не попал. Мы надеялись, как нам пришло постановление, что нас должны были снести до августа 2015 года. Мы очень надеялись, верили. Но, как видите, мы так тут и живем. Вот в таких случаях юристы советуют обращаться в суд. К тому же, чуть меньше месяца назад в свет вышел Кодекс административного судопроизводства. Именно им теперь нужно пользоваться в борьбе с недобросовестными чиновниками. Юрист Артем Чаузов с подробностями. Те аварийные многоквартирные дома, которые были признаны аварийными после января 2012 года, они не вошли в краевую адресную программу по переселению граждан из аварийного фонда. Тогда, в силу статьи 32 ЖК, а также 720-го постановления Барнаульской городской думы, администрация города Барнаула должна изъять каждое жилое помещение, а также земельный участок, находящийся под аварийным многоквартирным домом путем выкупа. Но если данные манипуляции не происходят, то только в судебном порядке можно признать бездействия администрации города Барнаула незаконными, а также обязать совершить ее дополнительные мероприятия. Но сейчас в силу с туплением Кодекса административного судопроизводства изменился порядок обжалования действий бездействия органов власти, а также местного самоуправления. При этом 9 октября текущего года на публичных слушаниях были внесены изменения устав, в котором будет предусматриваться ответственность должностных лиц местного самоуправления за невыполнение муниципально-правовых актов. Тем самым появится дополнительный рычажок на воздействие по защите своих прав и интересов у горожан. Вот так что все же не стоит ждать, надеяться и верить. Смена темы. Отличились в хорошем смысле дорожные службы. На одной из улиц появился новый асфальт, на второй пешеходный переход. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «Постфактум». О пешеходном бездорожье на пересечении улиц Димитрова и проспекта Комсомольского мы рассказывали в наших прошлых выпусках. В связи с отсутствием здесь асфальта тревогу забила пенсионерка Нелли Денисовна. На протяжении многих лет женщина обращалась с этой проблемой в различные ведомства. Безрезультатно. А недавно вот на этом месте сломала ногу соседка Нелли Денисовны. После инцидента место стали и вовсе обходить стороной. Мы показали эту историю в программе «Коммунальный патруль» и вот он результат. Новый асфальт. Ходить теперь здесь можно смело и без страха получить увечья. А эту историю мы рассказали с юмором. На пересечении улиц Советской Армии и Малахова дорожники установили светофор. Вот только о пешеходах забыли. Путь посередине преграждали железные шлагбаумы. Вот тогда мы и пошутили, что преодолеть такие барьеры под силу разве что самому быстрому человеку на планете Сергею Шубенкову. После этого мастера выпилими нужное для прохода окно. За оперативную реакцию решения сразу двух проблем дорожники получают от нас твердую четверку. Минус один балл, потому что с нашей подсказки. Идем дальше. Есть в городе такие дома, где подъезды напоминают кадры из документальной военной хроники. Многочисленные трещины, дыры и отваливающаяся штукатурка. На просьбы горожан сделать ремонт руководители коммунальных фирм отнекиваются. Денег на это не предусмотрено. Так все-таки, когда, кто и в каких случаях должен ремонтировать такие подъезды? Ответ знает директор Барнаульской компании ДС-1 Анатолий Суворов. Надо обращаться в управляющую организацию. И уж тут, я думаю. Но, во-первых, на каждый год составляется план работы. И, соответственно, согласовываться с жителями. Если он требуется ремонт, значит, должны они включить его в текущий год, чтобы на следующий год, чтобы ремонт был. И, конечно, установить сроки. Вот таким методом нужно заставлять работать самые плохие управляющие компании. На этом ставим точку, а в заключении просьба. Если удастся снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб или найдется история для новой серии нашей программы, звоните по номеру в Барнауле 659 129. Помните, коммунальный патруль на страже, чистоты и порядка. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok